Как это так? Владимир мне рассказывает про исчезающую гитару. Я не знаю, она стояла на подвале на стойке гитарной. Вот такая? Да. Много здесь стояла, а потом какое-то исчезло. Поэтому придется еще один капец. Я тебя сочувствую. Такой монстрологический вариант. В втором году мы начинали динамику, я на нее записал все песни. Что это? Yamaha SG7. Японская. Исчезла, говоришь? Исчезла. Как так? Сегодня в студии записал барабанную партию для новой песни. У меня в планах вообще грандиозные на этот год. Грандиозные планы на этот год, потому что у меня в работе целых четыре проекта, четыре альбома разных. Три с абсолютно новыми песнями. И один, это «Gradies Kiss 2022» будет называться. Это мои самые популярные песни, которые людям больше всего нравится, и меньше всего нам нравится. Они будут записаны. Уже записаны практически. Только сейчас нужно будет смягчировать все это. Еще хорошая новость, что у меня синяя гитара. Это у меня вчера первый раз ехал на концерте. На ней я все берег. Она меня поразила с самим звучанием. Я сейчас приехал. Я ездил в Зеленоград за кашемированными носками. Купил четыре пары носок. Больше не было у них моего размера. Вот. И приехал, зашел в комнату. И когда увидел эту синюю гитару, меня прям аж дух захватило. Я подумал, что все-таки я больной по поводу гитар. У меня гитар много не бывает. Ну, кстати, хороших носок тоже. Ты прям специально в Зеленоград за носками ездил? Да нет, конечно, я шучу. Я ездил по делам. Ну, расскажи, какие события тебя ждут. Что? Спрашивают. Приятели в Лос-Анджелес, в Чикаго. Там Вов тебе привет передает. Что в Москве, может быть, про 8 марта расскажешь? Да ничего особо не будет. Будут концерты. Ну, как так? Ну, а что людей? Будем отдать чуть-чуть в голову. Специально ничего мы не будем делать. Мы сыграем, я думаю, некоторые песни, которые часто заказывают. Там Белую Луну, там, возможно, ведьму. И давали расставаться. Часто просят. Короче, будет, конечно, разнообразие. Концерт будет длиннее, чем обычно у нас идет. Вот. Но что-то такого совершенно нового это никому не нужно. Потому что больше использователей хотят слышать знакомые, полюбившиеся мелодии. А мы, музыканты, все хотим что-то новое, новое. Ну, вот я сижу и записываю новое. Вперед дома. И хочу к маю выпустить один из лирических. Будет называться очень просто. Рабочее название 10 новых песен на любви. Там есть такая песня. 10 новых песен на любви. Я дарю тебе, а не твои. Название альбома будущего? А? Название альбома будущего? Ну, это рабочее название, я не знаю. Может быть, другое название. Пока такое название, да. 10 новых песен на любви. Красиво. Почему нет? Как это будет? Не 10, может быть? Может быть, 12-13. Можно сделать 10 для прикола? Не знаю, у меня очень много сейчас. У меня порядка 30 песен новых в работе. И ничего, я не спеваю. Потому что я любитель поиграть на гитаре в держанном диване. В поду держанном диване. Я, конечно, не диванный гитарист в полном смысле этого слова. Но к нему я приближаюсь. Все спрашивают про разные города, когда куда приедешь, дорогие друзья. владимиркузмин.орг По-моему, в инстаграме прикреплена ссылка на все концерты, Володя. Там все говорится. А мы в четверг уже влетаем. Куда-нибудь. В Сибирь. Куда? Там много городов. Тагил. Там много городов. О, Соня. Смотрите, я сам не помню. Я никогда здесь не знал. Соня. Слежу. Я просто захожу в гостиницу. Я говорю, о, что знакомые. Мне говорят, вы в прошлом году были. Я говорю, ааа. Так же в зал захожу, в гримерку. Ой, по-моему, я здесь был. Да, говорит, год назад были. В общем, короче, всех поздравляю заранее с праздником. Сегодня вечером кто-то будет отмечать. Я уже как бы вышел из этого периода отмечания праздника. Я пью безалкогольное пиво, без кофеиного, кофе. Короче, дальше не буду говорить, все продолжения знают. Немножко пошловато. Я не хочу пошлеть в праздник. Соня. Ну, всем желаю здоровья. Главное, не болейте. Вот. И любите друг друга. Слушайте хорошую музыку. А расскажешь, во-первых, нам Соня из Дубая привет передает. Привет, Соня. Соня, привет. Тепло ли тебе там девица? Тепло ли тебе там красавица? Только что сделали небольшое видео, где ты говоришь про какую-то музыку, которую ты слушаешь, скорее всего, которая не понравится другим. Я слушаю. Я Мадонна, Марайя Керри, Витник Хьюстон, слушаю Билли Алиш. Ха-ха-ха. 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 Привет, Дубая. Вера Брежнева слушает. Ха-ха-ха. 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 Ты составишь список? Список? Список. Составлю, составлю. Ха-ха-ха. Машинных песен твоих. Что слушает втихаря Владимир Кузьмин? Прям даже интересно. Я, честно говоря, больше всего радио и релакс слушаю. Они довольно разнообразные. Так что тут... Иногда я слушаю, там, люблю Фрэнка Мбаля послушать, там, Стива Хакета. Китаистов, которых я очень люблю. И, действительно, если со мной едет жената, ей будет как-то неуютно такую музыку слушать. Поэтому, когда я один, я включаю, у меня хорошая колонка в машине, я включаю громко. И слушаю, и наслаждаюсь. Потому что, когда слушаешь какую музыку, которая тебе нравится, ты понимаешь, что рядом кто-то, может быть, кому это не нравится, ты уже не можешь это слушать с удовольствием. Это уже проверено еще с юности. Когда мне родители запрещали Битлз слушать Роллинг Стоунс. Потом, правда, отец полюбил Битлз. Сначала вообще... Они называли эту музыку Бу-бу-бу. Как вы относитесь к Стиву Ваю? Что? Как вы относитесь к Стиву Ваю? Вопросов не так много. Я считаю, что он один из, может быть, даже самый лучший гитарист в мире, но музыка мне не нравится. Все просто передают привет, особенно вопросов нет. Ну, всем привет. Всем привет. Стиваю, привет. Вы, кстати, мне анекдотов сказали. Два еврея встречаются. Один говорит, мне скажут, что ты знаешь Кузьмина. Я знаю наполовину. Как это наполовину? Я его знаю, а у меня нет. Это хорошо. Это меня сильно написали. Возможно, там не променяет этот анекдот. Сказать себе. Ну, так в словах сказать. Все. Меня ждет синяя гитара. Всем хорошего вечера. Всех справедников. Доброй ночи. Мне Влада говорит, слушай, ну просто ты гений. Ты гений. А что ты мне ответил? Гений, он умирает 27-37 лет. И что тогда? А я пережиток. Нет, ты не пережиток сказал. Что ты сказал? Переросток. Ну, переросток. Переросток смешнее, чем пережиток. Переросток как-то жестко звучит. Переросток смешнее. Ну, нет. Внимание. Лучше не вини меня. Просто обними меня. Улыбнись мне ласково. Назови своим. Ты забудь мою вину. Я люблю тебя одну. Я хочу быть преданным. И тобой любим. Музыка моей души. Для тебя звучит тяжел. Слышишь только ты одна. Ты беднежный снов. Ничего не говори. Будь со мною до зари. Только Богу ведомо, Что нас дальше ждет. Все случается не просто так.